Привет, народ! Мы находимся на тренинге по разведению костров в неблагоприятных условиях. К великому сожалению, дождя не было, но он был вчера. Сегодня просто все мокрое и очень скучно сверху не капает. И да, мы по щиколотку в болоте. И тут пошла заставка. Сружка очень полезная. Это на данный момент самый ценный наш ресурс. У нас есть береста, но мы играем в игру, будто у нас ее нет. По-хорошему, это не надо ложить на траву, потому что трава мокрая. Мы только добыли сухие ветки, и мы их сейчас скидываем на мокрую траву. Для этого используется либо кусок бересты, либо кусок другой коры, либо тент, либо не тент. Короче, нельзя ложить на траву. Не пытайтесь упасть, как инструктор. Сейчас будет особая лесная магия о том, что я говорил про батонинг и ветку. Это не есть удобно, это нифига не практично. В этом есть определенный смысл. Итак, если вы помните, ветонька, которую мы притащили с собой, которая я сказал, что она нам понадобится. Она состоит из ниточек, как и все деревья, из длинных волокон. Мы отмеряем примерно длину, которая нам нужна. Примерно вот столько. И сейчас мы при помощи батонинга сделаем надрубы. И потом по этим надрубам сломаем. У нас нет возможности создать напряжение, как это было, когда ветка была привязана к земле. Благодаря вот этим надрубам теперь ветка знает, где ей сломаться. И она не распускается на такие штуки. А если распускается, мы можем ее подрезать. Зачем нам вот эта штука? Из них будет собран помост, на котором мы разведем костер над водой. Все, работаем. Мы сегодня часто будем ссылаться на Чаурина, потому что он классно развил теорию костростроения. Он сравнивает костер с младенцем. Представь, что ты выращиваешь младенца. Ты никогда не положишь младенца на сырую землю. Тебе нужно сделать для него какую-то подстилочку. В качестве подстилочки мы сперли бересту. Что мы любим бересту? Бересту мы любим за то, что она всегда сухая. Даже если ты из лужи гнилое дерево достанешь, береста все равно будет сухая. Итак, мы сделали постилочку. Еще сейчас у нас, к огромному сожалению, нет дождя, но мы играем, будто дождь есть. Я, честно говоря, страдал от этого, потому что мне было непонятно, как разведить костер, потому что первую скру, ну, когда большой костер, тогда пофиг, он сам себя выдержит. Но вот самые-самые первые задатки, как сделать так, чтобы они не потухли, для меня всегда была загадкой, раздуплился. Как это работает? Мы построим укрытие, которое нам не жалко. Разводить костер под тентом, в принципе, можно, и мы это даже попробуем, но это прям эквилибристика. Мы сделаем укрытие, которое нам не жалко. Для этого мы возьмем большое полено и сложим над большим поленом. И над большим поленом мы построим укрытишко. Укрытие мы делаем классическую односкатку, так, будто мы собираемся под ней ночевать, но под ней будет ночевать наш младенец, которого зовут костер. Так это кривая хрен, она некрасивая совершенно. Теперь мы накрываем король, на которой ты стоишь. Есть. И у нас получилась безопасная зона. В этой безопасной... Инферизированный танк. Мы сможем там развести свой первый костер, и он начнет сразу же сушить эти ветки, потом прогорит вот эта хреновина. К тому моменту, когда она прогорит, у нас уже плюс-минус будет там сухо и горячо. Теперь важные моменты по разведению костра под дождем. Во-первых, руки должны быть сухие. Потому что ты сейчас будешь трогать нулевую растопку, и нужно ее трогать именно сухими руками. Поэтому либо об одежду, либо как угодно, но руки должны быть сухие. Второе, и тоже я на это сильно напоравился, смотри, чтобы с волос не капало. К огромному, к сожалению, нет дождя, но за волосы обычно забываешь, и когда ты над вот этим вот сидишь, и оно капает, прям очень плохо. И первые капли, первые искры ты будешь закрывать, комарики, ты будешь закрывать именно собой. То есть вот таким вот образом под животом ты будешь этим всем заниматься. Угу. Доставай растопку. Дальше действуют такие же принципы, как и с младенцем. Если ты сейчас начнешь пихать ему слишком твердую еду, давай бересту, то он подавится и умрет. Тебе нужно его кормить очень маленькой, вкусной едой для детей, которая легко переваривается. Есть. Теперь можешь давать чуть более твердую пищу. Тихо, 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 тихо. Отлично. Аккуратно, не дай ребенку подавиться, не дай ему задохнуться. Вот эта концепция, объяснять через младенца, она мне очень помогла научить новичков аккуратности. Потому что самая частая ошибка, это когда, о, появилась искра, херачь большую палку. Они очень торопятся, и из-за этого очень быстро у них все тухнет. Потому что душат костер. Особенно забавно девочкам это объяснять. Девочки, они же, когда вот только говоришь младенец, у них все переключается, это все, и они начинают очень внимательно относиться к костру. Вот тоже обратите внимание по поводу круга безопасности. Тут мы его не дожали, тут его нужно расширить. Почему? Обязательно за этим следить и обязательно следить за диаметром. Потому что изначально мы думаем, типа, мы сидим у костра, мы контролируем. Но нам нужно рассчитывать, что мы в любой момент можем уснуть. Нам нужно рассчитывать, что мы в любой момент можем бросить лагерь и уйти. По разным причинам. И нужно сделать так, чтобы даже если мы полностью горящий костер бросим и уйдем, чтобы в самом ужасном случае он просто тихонечко себе догорел и не сжег нафиг лес. Поэтому мы должны следить за кругом безопасности, мы должны следить за безопасностью. Расскажу еще одну фишку, называется треугольник горения. В чем ее суть? Пламя состоит из трех элементов. Это температура, кислород и топливо. И гармонии между этими элементами. Если мы хотим заглушить пламя, то нам нужно убрать один из них. Например, убрать температуру, оно потухнет. Убрать кислород, оно потухнет. Или убрать топливо, оно потухнет. И в обратную сторону. Если мы хотим создать, то нужно, чтобы все эти три элемента работали. Это очень простая банальная теория, но понимая, как это работает, чуть более проще относиться к костру. Когда ты видишь, что с ним что-то не так, ты понимаешь, что именно не так. Например, ты кинул слишком большую ветку, и он такой, вух, и потухло. Потому что ты убрал кислород, ты задушил костер, ну, по сути. Или же наоборот, ты бросил какие-то дрова, которые не очень подходят. Например, кору, или же просто с земли собрал листья, бросил. Ты мало того, что забрал кислород, так ты еще и понизил температуру горения, потому что разные материалы горят с разной температурой. Так что важно понимать. Я хочу вот тут костер. Локация идеальная. Ой, класс. А? Да я тебе что? Короче, что мы делаем? Мы нарушаем технику безопасности, мы строим здесь столик. Наша задача немножко убрать зелени. Наша задача придумать, как сделать настил и сделать факел. Потому что нам нужен свет, а сейчас очень быстро стемнеет. Твоя задача. У нас есть колдунская рагулинка. Я взял твой шест и расплющил его. Ты сейчас при помощи ножа и мата проберешься до березы. Видишь, она упала, тебе легко будет с ней работать. Видишь, вот эта старая, старая не подходит, она ломается, она некрасивая. Надо, чтобы она была прям обзвела. Да, да, да. И твоя задача сейчас скрутить прям комочек и намотать его сюда за что-то рагулинки, и ты ее заклинишь. Угу. Не дурак. Отлично, работай. А я хочу прям вот тут костер. Кто мне запретит? Меня смущает вот эта штука, чтобы мы ее не подожгли. Да ладно. Гулять так гулять. Ну да. Мне это место очень напоминает Псковские болота. Я шел по трассе, оно же было остановиться на ночевку. А ночевка где-то негде. Канавка, а за ней болото, и все. Значит, у нас есть три рогатинки. Мы сейчас три рогатинки построим треугольником. Итак, у нас есть заболоченная местность. И наша задача сейчас потренироваться разводить костер именно здесь. Именно в самой неблагоприятной вот этой вот жиже. Сейчас мы соорудим помост. На этом помосте мы сделаем негорючее покрытие. И на негорючем покрытии мы уже будем формировать костер. К сожалению, в очередной раз не идет дождь. Блин, я так хотел-то под дождем делать. Хочу обратить особое внимание на ровность наших жердин. Ровность наших жердин это достижение жерда инженеров. Ну, не нашел я ровнее. А теперь нужно, чтобы эти рогачки были, ну, хотя бы примерно на одинаковом уровне. Ой, как оно вкусно чвакает. Ну, из этой воды нет, потому что она стоячая. Стоячая воды мы чайнее готовим. Да, похуде есть? Да. О, тут можно это, в принципе, пополам разделить, да? Ну, это не геометрический центр, это центр масс. Ну, ставишь две руки, просто сдвигаешь их к середине, и по-любому будет середина. Колтунство. Ветки мы использовали для рогатины, для этой штуки сырые, чтобы они, ну, немножко дольше прогорали, чтобы у нас было время приготовить чаечек. Мы сверху все равно сделаем укрытие из земельки. Не исключено, что тоже из вот этой очень вкусной земельки, которая защитит наш настил, но все равно. Так, сначала нам нужна экшн-камера, потом нам нужно снарядить снарягой оператора, чтобы он не нервничал и мог нормально стоять в болоте. Покажи, как ты стоишь. Кривоногий. Теперь я сделаю настил из этой штуки. Сразу отвечаю, да, мох горит, но мы выкладываем земелькой вперед, и мы сверху еще грязючкой уложим. Что у нас по факелу? Давай-ка сбегаем к нему, посмотрим, как происходит у нас процесс факела. Ты можешь вот так обойти. Там кропила. Ты по колено защищен. Рассказывай, как дела? Все отлично. Делаю факел, истекаю потом, комары жрут. Что можно сказать по факелу? Для основы я взял зеленую, то есть сырую ветку, чтобы она не перегорала. Я ее расщепил на две части, чтобы можно было хорошо проматывать кору. То есть вот, у меня на две части. Далее я просто срезаю бересту с поваленной березы и обматываю вокруг. В идеале еще какой-то смолой, типа смолы сосны. Если это вылазка, там, где люди предпочитают плавить пластик, то можно каким-то мешком обматывать. Ну, синтетика, которая хорошо горит. Ну, а так, пользуемся, чем имеем. Поэтому сейчас у нас только береста. Береста хорошо горит, она всегда сухая. Вот такой импровизированный факел у нас получается. Вот это, это я отрываю мох. И верх ногами. И верх ногами его укладываю. А еще, пока я к вам бежал, я понял, что можно будет попробовать с берложим под гамачником так сделать. Растянуть его, наполнить его землей. Понял. Сколько радостей. Ничего не могу свою поделать. Мне так это нравится. Так, а вот теперь грязь. Такая вкусная земличка. Она немножко запечется у нас. Хробачок. Текай. Мы делаем прослойку, благодаря которой не прогорит наш столик. Вот эта земля, которая, вот эта вот, которая хлюпает, она запечется. Будет такая... Хробачок, текай. Она запечется, и будет такой немножко корочкой, как землебитное здание, может быть, знаете. Снизу у нас мох, как подушка. Ну и, собственно, ветки. Ветки зеленые, то есть, в принципе, какой-то объем они выдержат. Теперь точно такой же принцип, который мы использовали при разведении костра на мокрой земле. Нам нужно сейчас сделать платформочку. Платформочку мы сделаем из беристы... Господи, как я обожаю, когда все под рукой. Это же мечта олентяра. А ты знаешь, что человек, который разводит костер в походе, это привилегия? Какая? Ну, обычно доверяют разводить костер самому вот такому вот... Ты отвечаешь у нас за костер. Значит, смотри, что мы делаем. Мы сейчас будем кипятить водичку по принципу... Кстати, Дэн меня научил этому принципу, называется Жанна Дарк. Мы не сможем сделать нормальный костер и сверху подвесить котелок, потому что негде некак и нет котелка. Мы можем сделать платформочку, поставить сюда кружку и вокруг кружки развести костер. Ассистент, кружку. Наполни ее сразу водичкой, пожалуйста. Блин, еще и полную. А ну, подожди, стоит. Надо кое-что сделать, очень важное. Выпить. Теперь смотри, эту штуку тебе нужно разобрать, причем вот вдоль. Вот постараться каким-то вот таким макарычем добыть вот эту вот сердцевинку вкусную. Добыть прям много ее и обложить нашу круженцию. Преимущество этого факела в том, что он дает действительно яркое горение и действительно просто собирается. Недосадок этого факела в том, что он падла очень пожароопасный. То, что мы делаем сейчас это очень плохо и мы так делаем, потому что мы долбаные ютуберы, потому что мы это контролируем и падать оно будет в воду под нами. Ой, а что у тебя за сумочка такая? Это бритовский подсумок, он у меня типа аптечка, но там я храню зажигалку, потому что под рукой. Так плохо делать. Нельзя использовать подсумок как аптечку. Аптечный подсумок не как аптечку, не делайте так. Вот за что я люблю бересту. Кстати, такие факела, они очень ветроустойчивые. Мы когда-то их кидали в животных, ну мы думали, что там животные, нам нужно было метательное факелад, чтобы как-то сделать себе безопасный периметр. И факел летит. Напоминаю, он очень пожароопасен. Так что мы это делали зимой и даже тогда это было пожароопасным. Берестяной факел дешево, надежно, сердито, но пожароопасно. Как у нас дела с этой штукой? Вот эти перемещения, они прям мега безопасные. Прям вот дайте три. Прям следующий поход я пойду один и в болото. Все. Поджигай, будем потихоньку подкладывать. Охонь! Это с эмберлоги. Забавно, что с эмберлоги это определенный статус. То есть у тебя просто нет права на ошибку, понимаешь? Особой романтики добавляет то, что мы стоим по фигу лотку в воде. Чувак, чувак, чувак. Шесть минут. Это дешевле. Вот это все нельзя назвать выживачом. Мы сейчас тренируемся. Это управляемые условиями. Мы ничем не рискуем, ни здоровьем, ни снаряжением, ничем. Мы просто играемся. Но за счет таких вот игр, за счет таких вот управляемых тренировок, я теперь знаю, что если где-то когда-то взбрендит меня полезь в такие условия, я знаю, как это работает. У меня есть тренировка. Нельзя рассчитывать, что ты выйдешь в гребеня и у тебя сразу все получится. Нет. Сейчас, пока мы здоровые, сытые, нифигачит дождь, к сожалению, то мы можем себе позволить экспериментировать. Так, что у нас сейчас происходит? Чаечек. Вокруг него костер. Это все стоит на грязючке. Грязючка лежит на мхе. Мох лежит на поддоне. И я сейчас хочу засунуть руку. Опасный момент. Я хочу засунуть руку и попробовать, прогрелся ли поддон. Поддон абсолютно холодный. Я засуну в него палец. Я не очень умный. Короче, смотри. Я вот так засунул палец и вот это все холодное и мокрое. И чайочек уже закипает. Да, вода уже кипит. Ну, это еще не бурное кипение. По-хорошему, кипящая вода вот в таких походных условиях, это прям, да, прям бульки-бульки. Это еще не бульки-бульки. Это бульки-бульки. Сейчас ты увидишь бульки-бульки. Тип костра, который мы сейчас используем, Дэн его называет Жанна Дарк. Фишка в том, что мы не можем создать достаточно угольную базу, чтобы на нее поставить кружку и кружечка грелась от углей. Но мы можем вокруг развести костер. Так и сделали. Здесь мы должны разобрать эту конструкцию и убедиться, что мы не сожжем лес, потому что мы видповедальнее, громадян ины. Я хочу особенно отметить то, что важно практиковаться. Типа, я посмотрел на ютубе, я знаю, как это работает. Нет. Для того, чтобы знать, как это работает, нужно ходить на тренировки. Перед серьезными вылазками должны быть тренировки. У нас сейчас управляемая ситуация. У нас все подконтрольно. Если мы протупим, если что-то пойдет не так, мы просто пойдем в теплый лагерь, где у нас есть костер, есть горячая вода, есть теплое укрытие. Это тренировка. Легкая и управляемая. Есть женщина? Есть. Ну, блин, ладно. Так что, ходите в походы, следите за нашими мероприятиями, подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в лесу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!